На столах вкусный торт, в сердце яркие впечатления. В губернаторском 102-м лицее встречают призёров метапредметной олимпиады команда большой страны. Четыре педагога представили Ульяновскую область в финале профессионального конкурса. Вместе с ними в шаге до победы оказались 83 коллектива учителей школ и колледжей со всей страны. Предварительно все участники прошли отборочные и региональные этапы. Чтобы пройти дальше, понадобились смекалка, гибкость ума и широкий кругозор. Олимпиада в этом году была очень сложная. Это отмечали все участники, потому что из 100 команд вышло в региональный этап всего 13. И уже все субъекты Российской Федерации представлены были на финальном этапе, где кроме инсультальных испытаний предоставлялось ещё предоставить, защитить свой проект на уровне России. И наши коллеги достойно представили Ульяновский регион на всероссийском уровне. Защищали свой проект участники на второй день Олимпиады. Творческое задание стало самым интересным для педагогов. Оно заключалось в разработке сценария интерактивного урока «Экскурсия» с межпредметным содержанием. Жребий определил традиции, какого края лягут в основу. Так учителя из Ульяновска познакомили детей с культуры Башкортостана. Материал для своей презентации финалисты собирали на международной выставке «Россия», которая развернулась на ВДНХ. Особенность была в том, что нам дали действительно стенд, в котором мы уйтили при помощи жеребьёвки. И должны были рассказать про все бренды, про всех известных личностей. И именно в таком формате, чтобы об этом узнали дети. Наш урок был создан на основании поиска материала. Поскольку это экскурсия, мы предоставляем ребятам возможность путешествовать по всем этим обзорным точкам. А уже сами ребята в виде сот выполняют задания и заполняют каждую из семи граней. Доходя ответы на поставленные педагогам вопросы. Сложности при подготовке урока не возникло. Команда действовала сообща. При этом разница в трудовом стаже среди её представителей без малого 20 лет. Капитана по совместительству педагог-наставник Татьяна Тарпанова, как и в обычном учебном процессе, стала опорой своим преемникам – молодым учителям. А это отсеяло излишнее волнение при прохождении испытаний. Уроки нам понравились у всех наших коллег. И то, что жюри нас выделило, нам очень приятно и очень лестно. Поэтому и девочки у меня молодые, и я наставник у них. И получилось у нас, как нам сказали на финале, нам сказали, что достойное завершение года педагога и наставника, то, что именно команда вышла в призёры наставника из трёх молодых педагогов. Всего в губернаторском 102-м лицее 26 молодых педагогов. Каждая из них перенимает опыт наставника. В такой формат коммуникации уверенно вошёл в учебный процесс. Учителя, которые только начинают свою карьеру, знают, как найти подход к детям и разнообразить даже самую сложную дисциплину. Не боятся пробовать новое. Александра Никитина и Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.